Новая техника на дорогах Самары. 19 низкопольных троллейбусов приняли на баланс ТТУ. На их закупку потратили более 160 миллионов рублей из средств областного и городского бюджетов. Напомню, автобусный парк в этом году также претерпел обновление. Там появились 82 новеньких автобуса. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству городских и областных властей. Только сел за баранку, сразу понял – это мое, рассказывает Николай Дмитриевич. Сменить работу и мысли ни разу не приходило. Даже в то время, когда в городе стали появляться обновленные автобусы и трамваи. Наконец, меняют и троллейбусы. Новым машинам водитель не нарадуется. Все сравнивает с предыдущими. Эта модель белорусского троллейбуса самая лучшая. Со знанием дела говорит Николай. С новейшей электроникой знакомился почти два месяца. Теперь ответственно заявляет – пассажиры будут довольны. Они мягко идут, как на «Жигулях» едут. Двери, посадка хорошая. В принципе, руль хороший, как на «Жигулях». В принципе, хороший. Очень удобный. Не то, что эти 7,5, вот эти хорошие, удобные. И мягко идут, как в России, где греблят, ничего. Ключи от новых троллейбусов – как знак особого почета. Водители принимают их с большим трепетом. Делятся. Проводить столько времени за рулем общественного транспорта – труд не из легких. Уверены, теперь пассажиры будут чаще им улыбаться. Поездка на новых троллейбусах станет куда более комфортной. Сегодня день поистине добрый и холодный, потому что нам получили ключи от новых троллейбусов, которых так долго ждали. Мои товарищи уже с застойством оценили новую модель этих троллейбусов. Я думаю, этому событию будут рады не только водители, но и наши уважаемые пассажиры. 19 новых машин в трамвайно-троллейбусном управлении – это самая большая поставка за последние 20 лет. Кроме того, пришли новые комплекты информационных систем. Напомню, в марте же автобусный парк общественного транспорта пополнился на 82 машины. Такие быстрые темпы обновления транспортной отрасли стали возможны только благодаря скоординированной работе всех ветвей власти – области и города. Нам надо сделать все, чтобы к чемпионату мира прийти с транспортом, который бы удовлетворил не только нашего пассажира, нашего гражданина Санатской области, но удовлетворял и тех, кто приедет к нам в гости. Это очень хорошие темпы для развития города, для того, чтобы город становился более удобным для жителей, чтобы повышалось настроение у граждан, о чем говорил Николай Иванович. И мы с этого курса, конечно, с вами не свернем, будем только наращивать наши усилия. Новые троллейбусы – низкопольные. В час пик могут вместить до 100 человек. В них предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также пандус для инвалидов-колясочников. Инвалидная коляска должна располагаться в общественном транспорте против направления движения и опираться либо на перегородку, либо на опорную панель в застопоренном положении. И вот что главное. В случае отключения электричества новые троллейбусы не встанут посреди перекрестка. Накопленной энергии хватит, чтобы отъехать к обочине и не мешать другим участникам движения. Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События. Новые назначения в городской администрации. Главным архитектором города стал Алексей Самарцев. Его представил на рабочем совещании в мэрии глава администрации Олег Фурсов. Напомню, должность главного архитектора в Самаре оставалась вакантной с 2013 года. Алексей Самарцев окончил Куйбышевский инженерно-строительный университет по специальности архитектура. Много лет проработал на Куйбышевском металлургическом заводе. Под его руководством велась комплексная застройка этой части города в Кировском районе. Воспитанник школы Каркарьяна и Моргуна, человек, который тонко понимает ритм города, его стиль, охарактеризовал архитектора глава администрации Олег Фурсов. Я думаю, что вы фигура та, которая позволит нам такое согласие и понимание вот в архитектурном плане в городе возразить. В ближайших планах у нас создание ряда советов из числа представителей архитектурного сообщества, из числа представителей крупного строительного бизнеса. Я думаю, все это в совокупности позволит нам также на новые рубежи поднять работу, за которую должен отвечать главный архитектор. Одной из главных архитектурных изюминок города постепенно становится Хлебная площадь. Власти Самары планируют продолжить ее обустройство. Отреставрирована старая пожарная каланча. В ней расположился музей пожарно-спасательного дела. На этом преображение не остановится. Реконструкцию пожарной части завершили в прошлом году. Восстановленная каланча уже стала архитектурной достопримечательностью Самары. Муниципалитет провел благоустройство находящегося через дорогу сквера. Обновили и тротуарную плитку. На выездном совещании решено на этом не останавливаться и продолжить благоустройство старейшей площади города. Продлить плиточное покрытие, продумать перенос стоянки автобусов, разработать единое и гармоничное оформление торговых рядов и обновить фасады домов. Фасады можно восстановить. Все вывески можно стилизовать под то, как они выглядели в 19 веке. Все здания тоже можно посмотреть под реконструкцию. Не вопрос. Но имеется реконструкция какая? Фасадная. Фасады заиграли. Конечно, будет смотреться очень хорошо. Понятно, что это стало уже таким объектом, которых у нас, к сожалению, не так много культурных. Куда можно и не стыдно привезти наших гостей рядом. Поэтому надо сейчас нам приводить в гармонию уже с тем, что здесь сделано. Пожарная Каланча в Самаре когда-то была самой высокой точкой в городе. С высоты 26 метров можно было заметить любое возгорание. Долгое время памятник архитектуры 19 века не реставрировался. В 2011 году из федерального бюджета на реставрацию Каланчи направили порядка 100 миллионов рублей. За несколько лет здание полностью преобразилось. Теперь здесь находится музей пожарно-спасательного дела и учебный центр МЧС. В ближайшее время работы по восстановлению продолжатся. Министерство на себя берет, как и было определено министром на совещании, реконструкцию первого учебного корпуса, который выходит на трамвайное кольцо, плюс создание под открытым небом площадки закрытой, на которой будет выставляться техника и свободный доступ граждан через ворота учебного корпуса. По поручению главы администрации, городской департамент строительства и архитектуры подготовит предложение по приведению всего ансамбля хлебной площади к единому стилю к середине апреля. При составлении плана городские власти учтут и предложения жителей областной столицы, которые были собраны в рамках проекта на связи с губернатором. Лариса Шалафаст, Константин Головин, События. Приблизить власть к народу, чтобы каждый житель мог буквально дотянуться до власти рукой. Такой принцип лег в основу нового законопроекта о местном самоуправлении. Самар станет городским округом с внутригородским делением, а девять районов города получат статус муниципальных образований и гораздо большую самостоятельность, в том числе и финансовую. Детали законопроекта проработали члены комитета по местному самоуправлению губернской думы. В каждом районе будет создан свой совет депутатов, которых будут избирать жители. В зависимости от численности населения в районе, количество избирателей одного депутата будет варьироваться от тысячи до пяти с лишним тысяч человек. Всего в районные советы войдут 284 депутата. Каждый район делегирует своих представителей в городскую думу. Причем срок полномочий депутатов районных советов будет пять лет, а состав городской думы будут пересматривать через два с половиной года, чтобы в случае необходимости можно было провести некую ротацию кадров. Муниципальные собрания районные, представив своих депутатов, через два с половиной года смогут провести некую аттестацию работы депутатов, которых они делегировали в городскую округу. Если все справляются, все хорошо, все останутся, видимо, на местах. Если увидят, что кто-то не справляется с своими обязанностями, будут отозваны и делегированы другие люди. Контроль за переселением из ветхого и аварийного жилья, контроль над закупками, обеспеченности ветеранов Великой Отечественной войны. Эти и другие вопросы обсудили активисты регионального штаба общественного движения «Общероссийский народный фронт». Конференция по итогам контроля за исполнением указов президента России в Самаре проходит во второй раз. Положительные результаты налицо. Благодаря активистам отложено принятие закона о социальных нормах потребления энергии и других жизненно важных ресурсов. Однако работы еще много. Организаторы конференции говорят, в «Народном фронте» есть место и для активной молодежи, и для всех граждан, неравнодушных к судьбе родной страны. Активную гражданскую позицию, ее важно не просто проявлять, говорить «мне нравится» или «мне не нравится», ее важно уметь формировать свою позицию, понимать, что твоя позиция объективна, ее важно изучать и правильно доносить. Участие «Народного фронта» довольно серьезное. Мы знаем, что многие такие резонансные дела всякие были, и разоблачения, так скажем, и хороших закупок. Это именно со стороны «Народного фронта». Поскольку он абсолютно не ангажирован, так будем мягко говорить, тем более не коррумпирован, и в этом отношении «Народный фронт» свою функцию очень четко исполняет. В Самаре завершился поэтический чемпионат среди школьников. В один конкурсный день организаторы провели Кубок «Новые имена» и финальный поэтический бой. За словесными поединками в стихотворной форме наблюдала Алина Чемерес. Они как будто шагнули в наши дни из пушкинского времени, когда литература была недосугом, образом мысли. Ученики 64-й школы рассказывают. Своё выступление готовили, тщательно сверяясь с эпохой. Костюмы, аксессуары и даже жесты – всё, как на страницах Евгения Онегина. Мы решили окунуться в ту эпоху, обыграть визитки вот именно это, ну, такое состояние вот поэтической лёгкости, воздушности, решили взять именно вот такую хронизацию. В борьбе за Кубок схлестнулись 10 команд со всех районов города. Те школы, которые по каким-либо причинам не смогли принять участие в чемпионате. Испытание самое серьёзное. Составить стихотворный диалог двух известных персонажей, сочинить акростих, прочесть стихотворение самарского поэта. Главная задача этого чемпионата – найти и поддержать талантливых творческих ребят, которые пишут, которые занимаются литературным творчеством, которые хотят писать. И после вот таких чемпионатов, как правило, в городе происходит даже небольшой всплеск активности в литературной жизни, потому что ребята понимают, что их творчество нужно не только им и их близким и родным, но в принципе оно востребовано и другими людьми, даже иногда совершенно чужими. Новые имена в самарской поэзии звонко прозвучали в конце турнира. Лучшими в поэтическом состязании стали ребята из 48-й школы. Кроме памятных призов, которые вручали всем участникам, победители получили из рук судей вот такой расписной кубок. Мы очень старались, на самом деле мы даже не думали, что мы победим, потому что вот на четвертьфинале, на полфинале мы как-то выступили, ну, с относительным успехом, а тут мы, наверное, все-таки выложились, ну, и я все-таки считаю, что наше собственное стихотворение тоже как бы дали о себе знать. Поэтический турнир проходит в Самаре шестой год подряд при поддержке городской думы. Каждый раз в чемпионате участвует порядка 40 школ, некоторые представляют на конкурс несколько команд. Организаторы говорят, год за годом смотреть на школьников становится все интереснее, а вот оценивать их сложнее. Подрастающее поколение интересуется буквально всем. Это и духовное, и физическое развитие, и патриотизм. Поэтому сегодняшнее мероприятие, ну, это хорошее мероприятие, от которого я ожидаю наслаждения, в первую очередь, да, посмотреть талантливых детей и все-таки порадоваться вместе с ними. Когда Кубок «Новые имена» нашел своего обладателя, на поле литературной битвы вышли юные гуру самарской поэзии. В финале чемпионата встретились пять школ. Команда Екатерины Карповой из 90-й школы удивила зрителей древнегреческими образами. Я калиопа, я муза эпической поэзии. Поэзия – это выражение души человека, это сама душа человека. И через поэзию человек выражает свою истину. По результатам конкурса на высшей ступеньке поэтического пьедестала оказалась команда из 55-й школы. Но по традиции жюри отметят всех талантливых ребят. По итогам чемпионата выйдет сборник с лучшими стихами школьников. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Пятилетняя девочка Лера Самойлова нуждается в помощи. У ребенка эпилепсия, лечить которую затруднительно из-за сильнейшей аллергии на лекарства. Врачи клиники в Испании обещают, что девочку можно вылечить. Нужно сделать точную диагностику. В России открыт сбор средств на лечение ребенка. Совсем скоро Лера Самойлова будет отмечать свой первый юбилей – пятилетие. Подарок, о котором мечтает малышка и ее близкие – здоровье. До года ребенок развивался абсолютно нормально. После родные стали замечать, что девочка часто замирает, вскрикивает, ходит на цыпочках и не разговаривает. У врачей это опасение не вызвало. Но когда малышке исполнилось три, мама Елена забила тревогу. Врачи поставили диагноз – аутизм – и начали лечение. Но вскоре у ребенка начались приступы. Первые приступы, которые без препаратов, около 20 минут дыхание нестабильное, очень страшно. Вызываешь скорую, они просто маску дают кислородную, но ничего сделать они не могут, потому что пока спазм не отпустит дыхательные пути, это бесполезно. То есть туда хоть что. И нельзя ничего предпринимать, то есть не в рот, как-то язык открывать, вообще ничего нельзя делать. Это просто надо ждать, что будет. Вот что будет, то и будет. Новые обследования привели к новому диагнозу – криптогенная мультифокальная эпилепсия. Ребенок находится в приступе около 17 часов в сутки, даже во сне. Она вот бегает, бегает, раз, уши прикрывает или глаза, то есть у нее начинается галлюцинация. Она не может объяснить, что происходит, она не разговаривает, что у нее в этот момент, она видит или слышит. Затем происходит выкрик, то есть это на препаратах как бы легче, но все равно это никуда не девается. Выкрик происходит, она начинает вот так потряхивать руками, потом расслабляется, и она уже ничего не помнит. Вся информация, которая была до этого как-то услышана, увидена, она просто улетает. То есть чистый лист, ребенок снова заново начинает воспринимать мир. Лере постоянно назначают новые препараты, но почти все они вызывают острую аллергию. Чтобы лечение было более эффективно, необходимо сделать точную диагностику и подобрать нужные лекарства и их дозировку. Надежду дают в испанской клинике Тектон. Родные девочки в спешке начали собирать деньги. Ее и так слишком долго лечили от болезни, которой у нее нет. На сегодняшний день это 19 359 евро, это где-то миллион 300 по сегодняшнему курсу, но курс сейчас, как известно, скачет. Плюс это только вот они выставили счет, плюс нам еще нужно добраться, проживать, питаться и так далее. Сейчас в копилке у Леры 289 тысяч рублей. Пока это капля в море. Потому мама девочки просит всех неравнодушных помочь Лере стать здоровой и счастливой. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин. События. Что написано пером, не вырубишь топором. Так ли это на самом деле? В России в известные французские сказки вносили изменения и даже редактировали. Правдивые истории о Красной Шапочке, Золушке и других персонажах расскажет наш корреспондент. Произведения Шарля Перо для Лены Малаховой с малых лет были образцом настоящей сказки. Это позже. Почитав об авторе в интернете, девочка с удивлением обнаружила, что в первоисточнике сказки не так безобидны. Но адаптированные русские версии любимых историй подарили доброе детство. Например, Золушка, когда принц приехал в город примерять туфельки, мачеха, она на самом деле... Никто не мог влезть из ее дочерей в туфельку, и они начали утробать себе пальцы, чтобы могли влезть в туфельку. Ну, в общем, одна из них влезла, они поехали с принцем, и тут такие птички защепитали и говорят, ой, принц, посмотри, у нее кровь из туфельки течет. И принц говорит, действительно, у тебя же большая туфелька, ты не моя жена. За свою серию картин по мотивам сказок Шарля Перо Лена получила гран-при конкурса визуальных рисунков, проводимого детской картиной галереи совместно с Альянс Францесс Самаром. Выбрать лучших оказалось непросто, в первую очередь из-за количества работ. Ученики художественных школ из Самары, Тольятти и поселка Красный Яр прислали более 200 рисунков. Большую симпатию у меня вызвал Кот в сапогах, потому что это такой персонаж, который мог всегда выпутаться из любой истории, который был очень хитрый и умный одновременно. Кот в сапогах, красная шапочка, маленький принц. Картины на тему французских сказок можно увидеть в детской картинной галерее. Выставка продлится до 12 апреля. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Зарплаты россиян тают на глазах. За год с учетом инфляции зарплаты упали на 10%. Смотрите новости экономики сразу после нашего выпуска. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самарагис на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагис. Субсидируемая государством ипотечная ставка снижена с 13 до 12% годовых. На снижение правительства пошло после того, как Центробанк снизил ключевую ставку с 15 до 14% годовых. По оценке Минфина, вносимые изменения позволят сохранить величину субсидий на ранее определенных для банков и агентства по ипотечному жилищному кредитованию условиях. При этом предоставление субсидий предлагается прекратить в случае снижения ключевой ставки до уровня 8,5% годовых и ниже. Программа специального ипотечного кредитования позволит выдать гражданам в 2015 году жилищных кредитов не менее чем на 400 миллиардов рублей. Ага, следующая новость как раз в тему будет. Зарплаты россиян тают на глазах. Не то чтобы платить перестали, просто идет обесценивание. Только за месяц реальные зарплаты снизились на 5%, а за год с учетом инфляции они упали почти на 10%. Отмечается, что подавляющее большинство компаний даже индексацию не проводят, а работники уповают хотя бы на то, чтобы выплаты шли своевременно. По подсчетам Росстата в феврале средняя зарплата россиян составила 30 600 рублей, что оказалось даже ниже январского показателя почти на 4 тысячи. В Египте снова паника из-за акул. Хищница напала на немецкого туриста, который плавал в открытом море. Бедняга скончался по дороге в больницу. До этого случая несколько нападений на туристов произошло в конце 2010 года. Роспотребнадзор даже планировал запретить продавать туры в Египет. Вообще-то акулы-убийцы в Египте редкость. До нынешнего времени случаи нападения были редки и происходили далеко от пляжей. Ученые говорят, что ситуация аномальная. Тем не менее, есть и обратные прецеденты, когда турист, прыгнув в воду, случайно попал точно в голову акулы, которая умерла на месте. Непонятно, правда, от чего. От сотрясения или от обиды. В общем, возможно, цены на Египет снова снизятся. Курс доллара на 23 марта 60 рублей 3 копейки. Курс евро 64 рубля 5 копеек. Золото стоит 2261 рубль за грамм. Серебро стоит 30 рублей 65 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent 54 доллара 56 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Саморский велогонщик завоевал серебро первого этапа чемпионата страны. ЦСК ВВС продолжают борьбу в полуфинале российской хоккейной лиги. Крылья советов победили лидера футбольной национальной лиги. В чемпионате страны футбольной национальной лиги Крылья советов на Металлурге победили лидера турнира Махачкалинский Анжи. Единственный гол болельщики увидели в финале первого тайма. На добивание оказался быстрее всех Адис Яхович 1-0. От дуплицы саморский футболист мог и во втором тайме, но мяч попал точно в голову галкиперу Анжи. В результате второго успеха подряд Крылья советов оказались в одном шаге от третьего места. Лидер остался прежним Анжи Махачкала. Счет в полуфинальной серии игр между ЦСК ВВС и Смоленским Славучичем сравнялся 1-1. Накануне военные летчики провели два матча в гостях. Первые выиграли в овертайме 2-1, во втором пропустили 4 шайбы, в ответ забросили только 2. Раунд за путевку финал чемпионата страны длится до трех побед. Исход противостояния может решиться в Самаре. В другой полуфинальной паре Ростов-Мордовия тоже ничья по встречам 1-1. В Сочи прокатился первый тур чемпионата России по велоспорту шоссе. Мужчины выясняли отношения на дистанции 58 километров. За награды на старт вышло более 100 спортсменов из 15 регионов. Только Самарскую область представили 30 гонщиков, поэтому шансы на медали были высоки. В итоге Максим Разумов привез серебряную медаль. В пятом финишировал Кирилл Зюкин, за ним Кирилл Баженко.